Ну вот не хотят на нее никакого поэтапного. Я теперь планирую уже так, чтобы они уже делать как-то максимум. Ну и вот это состояние где-то у нее через полгода. Все это сгладилось, выровнялось. Коромки мы уже старые сняли потом. Это уже вот все где-то, наверное, месяцев 6. Она постепенно разглаживается, интегрируется. То есть у нее еще такое качество очень хорошее. Она именно восстановится своими тканями, но она при этом утолщает. Толщина все нужна. Толщина очень хорошо. Вот посмотрите, как в области двойки она увеличилась. Там фактически не было у нее... Вот. А вы биотип проверяете? Да, это я биотип под анестезией, сразу говорю. Чтобы ни у кого не было сомнений. А надо посмотреть у меня. Она есть в таблице. У нее было 1,7, а стало 2,3. Если поздорно провести, потом можно еще закрыть оставшуюся лицессию? А это не лицессия? Это ниже, да? Да. Сейчас все будет. Мы просто тогда с ней... Она у меня такая девушка. Она опаздывает на операцию на полтора часа. По тому времени, отведенное на адонтопластику, она ехала в машине. Ну или что-то. Я не знаю, что она делала в это время. Мне она сказала, что она стояла в прокле полтора часа. Поэтому ее адонтопластику пришлось делать спустя полтора года. Причем она еще человек... Она переводчик очень такой, востребованный. с трех языков. И она по полгода путешествует. Думаю, она вот как ко мне доезжает, мы что-то с ней успеваем сделать. Ну вот на самом деле, сейчас я вам покажу уже финальное. И наконец-то я найду кучу этих фотографий. Вот. Вот и все. Ну, видите, да, что линия клыков абсолютно, она... Она не хочет. Она не хочет, я бы не... Не, на двойке у нее... Куда там еще? Вот я 21-й бы переместила просто полулунным перемещением. Но она уже ничего не хочет. Она уже от всех устала. Она поставила коронки же. Вот, да, доктор, ваш вопрос. Вот, видите, у нее внизу уже зубы есть. Да. И все. И она сказала, что она моей так надоели. Можно она от всех отдохнет. Я пробовала три раза. Вот сейчас у меня пришла пациентка. Я не знаю, что с ней делать. Ну, я три раза оперировала. Вот такие язычные рецессии. Два раза удачно, один нет. Ну, язычные рецессии беспокоят. Молодая девушка. И очень беспокоят. И корень выдвинулся, и он выстоит впереди немножко всех остальных корней. То есть его что? Его, да, его шлифовать, потому что... А он живой. Да, он живой. Ну, закрывать трансплантатом. Закрывать трансплантатом. А вот это превентивное перед ортодонтией лечение. Вот этой пациентку, я уговорила ее на ортодонтическое лечение, потому что у нее множественные рецессии, генерализованные везде, но причина их это именно ортодонтическая патология, потому что все зубы перегруженные, нагруженные и так далее. Путь-то, да? Она же как-то решила заняться собой, наконец-таки. Ну вот. Кстати, я хотела сказать, это тот случай, в котором мы выбрали некую к центральным зубам. Четырнадцатый зуб. А какие красивые, какая красивая форма? Не стертые ничего. Не стертые. Представляете, у нее в 40 лет не стертые. Вот представляете, в какой перегрузке у нее другая сторона. Ну, я покажу другую сторону. Мы оперировали весь верх. Я покажу вот так. Там, потому что Дентие внизу. Уже все стоит, не волнуйтесь. Хотела обратить ваше внимание. Видите, вот здесь кость. Вот здесь расщепленный лоскут. А мне не надо много, мне нужно, чтобы полнослойный он дул только в тех местах, которые... Скажите, а вот та часть корня, которая подвеснула, там, вот я посмотрел, где леда у вас. Да. А, наносится. Да, так он туда и наносится. Последний актер говорит, что будет снимать, что она не инфицированная. Ну, а откуда мы знаем, какой у нее был контакт? Вы же не можете микроскопию здесь сделать? И увидеть микроорганизм, взять посев. То есть, ну, это не... Мы в ряда не наносим экспозиции двухминутные детали. Я понял, но инструментальная обработка не проводится? Как это? Везде проводится, по всей поверхности корня. Все, что обнажено, мы все обрабатываем. Потому что неизвестно, как... Да, если, например, у нее не было прикопленной десны, это второй класс. А там, скорее всего, контаминация микроорганизмов, потому что там помпа, там все попадает туда. Там нет десневой манжеты в области зуба. А можно зондирование когда-то отроградить? Ну, прозондируйте. Я вам могу сказать, что если это второй класс, у вас провалится зону подоконства. Это установка. А вот самый такой главный вопрос. А если это все то же самое, только на имплантатах? Все то же самое, что множественные рецепты на имплантатах? Да. Бывает, да? Множественные рецепты. Множественные сплошь и рядом попадаются. Да, у меня не было. Вот, смотрите. Давайте я про имплантаты расскажу вам. Значит, вот это месяца, наверное, да, два-три спустя. И мы начинаем уже, вот, планируем ортодонтическое лечение. Ну, и вот видно, да, какие были вот эти и клиновидные дефекты огромные у нее, и вообще какой был биотип, и на клыкей, и на премолярах были какие большие лицессии. На нижней челюсти мы с ней сделали вот этим самым зверским методом, и у нее произошло вот здесь расхождение швов. И поэтому получилось, что там, где сна есть, здесь трансплантат был свободный, здесь у него. А здесь, нет, а у нее тянет до сих пор, то есть я ее, видно, пожалела, не все истекла. И я ей все время говорю, что надо, давайте мы чуть-чуть тут уздечку просто уберем, само по себе, и уйдет натяжение, и сразу этот сосочек закроется наверху, вот чуть-чуть только доэпитализировать и подшить обратно надо. Ну, вот она никак у меня не может решиться, а сейчас она у меня еще в положении. Ну, вот ситуация у нее с другой стороны, там были рецессии очень большие тоже. Вот, наверное, то, с чего они начинали. Почему оперировали вверх? Как это неудивительно, у нее наверху была более тонкая десна, что бывает очень редко. И рецессии были там больше, поэтому приняли решение прооперировать перед ортонатическим лечением верхнюю челюсть. Ну, вот как это выглядит уже вот в ближайшее время. Единственное, я не понимаю, как с гигиеной с ними договариваться, потому что она не курит, ухаживает, все у нее есть, и эрегаторы, все на свете, и все. Ой. Ну, в общем, то есть, конечно, вот у нее очень хороший результат, у нее устранены все рецессии еще на этапе превентивном. То есть, когда это не было целью и вообще не являлось задачей, мы с ней увеличивали толщину десны для того, чтобы начать ортонатическое лечение в ее случае. И теперь вот у нее, как бы, да, очень хороший результат получился. Ну, мы будем теперь уже устранять на нижней челюсти, там у нее остались в третьем сегменте рецессии, когда она уже закончена. Все уже мы сделаем с ней, завершим свои манипуляции. Ну, вот, да, это ее уже. Вот.